Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В данном видео традиционно тороскоп на следующую неделю. Для всех знаков зодиака на период с 25 ноября по 1 декабря. Работать буду сегодня с двумя колодами. Основная колода у нас Кельцкая Таро, вспомогательная. Ракул Ленорман под редакцией Чиро Марчети. Итак, для тех, кто на моем канале впервые, либо не знает, как я раскладываю, немножечко поясню. То есть будем с вами смотреть позитив недели, негатив недели, совет от карт. На Ренорман же будем смотреть неожиданность данного периода. Напоминаю, что расклад общий. Может у вас не проиграться вовсе. Может частично, а может всецело. Поэтому, если необходимо, смотрите еще по асценденту, сравнивайте и делайте выводы. Итак, традиционно начинаем с вами с ом. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, что у вас с овны? Овны, у вас на самом деле, смотрите, Паш Пентакли, перевернутая десятка жезлов, тройка мечей. Почему падает в позитиве? Завершается какой-то процесс, который вас очень сильно отяготил. Либо финансовых аспектов, то, что вам разбивало сердце, либо не давало открыть какие-то возможности, какой-то потенциал. Но, как вариант, не могли найти денег на путешествие, на необходимую покупку, либо вернуть долг, то, соответственно, здесь на этой неделе все удачно для вас решится. Потому что карта показывает о получении каких-то финансов. Либо вам непосредственно вернуть долг, либо если задолжали зарплату, соответственно, здесь пойдет ситуация с подвижек. Еще, если кому-то здесь повода были конфликтны с детьми, либо что касаемо вопросов их обучения, реализации, кружков, образования, было тяжело, либо сложно давалось, то здесь ситуация отойдет на второй план. Все решится само собой и будет вам даваться крайне легко. Ну, а теперь давайте поэтапно. Касаемо личной жизни. На текущий момент. Те, кто свободен, вас вообще для ситуации не будут заботить, не будут парить, если сказать на сленге, потому что карта говорит о том, что вы будете обеспокоены вопросами личностного роста. Обучение, либо дополнительный источник доходов, вы будете обеспокоены именно этим. Новых знакомств здесь не предвидится. Если у вас нестабильные, качелеобразные отношения, любовные треугольники, четырехугольники и так далее, то карта говорит о том, что это будет ситуация, желание переложить ответственность на вашего партнера, либо партнершу. Потому что я не могу сказать, что вы здесь привыкли к любовному, но к треугольнику, но в рамках этой недели вас эта ситуация будет устраивать. Для тех же, у кого стабильные, нормальные семейные взаимоотношения, никаких предпосылок о самолюбовных треугольниках здесь нет, здесь однозначно будет вопрос перераспределения финансов, семейного бюджета, вложений, покупок и все, что касается финансирования детей. Начинают покупок одежды, оплачивание кружков, возможно, диагностик и прочее, прочее, то есть вложение на детей. По тройке мечей, поскольку она у вас падает в позитиве, в то, на что не было возможностей. Теперь, относительно аспектов работы. Если вы пенсионер, то здесь, например, если у вас был пересмотр пенсии, наконец-то вас услышат, да, будут какие-то крохи, которые к вам надбавят, погоды вам это не сделают, но знаете, как мне очень приятно. Если вы в статусе соискателя, это неожиданно для вас, там, где вам отказали, могут вас позвать на собеседование, стажировку. Наоборот, если вы наемный работник, это может быть пройти ситуация послать всех нахер, ну, то есть, потому что здесь уволиться по собственному желанию, вот, переложить груз ответственности и по шпинтакле уйти в нечто новое. Но здесь по связке карт, это вы что-то уже здесь по себе присмотрели, потому что карта стажировки. Для тех же, кто увольняться не собирается, это речь идет о каких-то конфликтных ситуациях на работе и попыток руководства переложить ответственность на вас, либо какие-то обязательства. Да, вы будете это выполнять, это может идти в разрез ваших планам, но по пожупинтакле это будет вам окупаться в плане зарплаты. Это добавки, может быть, еще какие-то, не знаю, там, социальный пакет вам добавят. Ну, у каждого свое на предприятии, в зависимости от того, работаете вы на госфирме, либо на частниках. Если у вас его собственный бизнес, это, знаете, как отыграется, либо, наконец, ваши вложения, которые длительный период не давали вам прибыли, начнут приносить инвестиции, либо будут какие-то пересмотры вопросов налоговых налоговиков, ну, то есть, знаете, как, в каких-то налоговых инстанциях, либо судебный низкий, который вы подавали, то есть пройдет возврат средств. Если касаемо вопросов здоровья, как вы видите, здесь вопросы сердечно-сосудистой системы, которые вас будут беспокоить, а именно сосуды, перепады, давления. И здесь, как это, своевременно выявить и начать принимать курс таблеток, лекарств с целью лечения и восстановления ситуации. Так, что у вас относительно негатива? Самое негатива – это серьезные семейные траты, связанные с семейным торжеством, либо вопросами поездок-переездов, то, что у вас здесь идет по связке карт, либо у кого-то проектов, как ремонт автомобиля, либо существенные траты на приезд родственников, ну, и все, что с ними связано. Относительно совета – переверненный король кубков. Не вестись в рамках этой недели на какие-то авантюры, подписание договоров и так далее, изучать ситуацию, потому что велика вероятность попасть в руки мошенников, либо людей, которые попытаются на вас выехать. То есть, знаете, как перепроверять информацию, которая вам приходит, это раз. Во-вторых, прислушиваться к собственной интуиции. У вас она тоже есть и хорошо работает. Еще в плане совета, кто-то может объявиться для женщины, в большей степени проиграется, так как карта бывшего любовника, который может дать о себе знать. Но здесь в плане совета – не принимать. Давайте посмотрим на неожиданность периода. Солнце, компас, карта, совы. Такое ощущение особенно проиграется для тех, кто в семейных связях. Поездка совместная на отдых, совместные путешествия, совместные какие-то планы начинания, возможно, какие-то вложения в семейный бизнес. Также приезд родственников, кто-то может приехать погостить. Но вот видите, ситуативно, карта отдыха, карта восстановления. Двигаться в верном направлении, если касаемо вопросов бизнеса, это помощь со стороны соучредителей. То есть, и ситуация роста вашего предприятия, и прибыли, и доходов. Те, кто мне постоянно пишет, вот мы обычные работники, нет никаких бизнесов. Здесь элементарно может быть ситуация подработки, шабашки. Неожиданное, вот знаете, когда вам возвращают какую-то копеечку, про которую вы забыли. Либо несущественные подарки, но тем не менее, вам мелочь, а приятно. Поэтому, примирайте, пожалуйста, ситуацию на себя. Мы пока с вами переходим к тельцам. Позитив, негатив, совет от карт. Ох, а что у вас прям для картины маслом, тельцы? Прошу прощения. Но здесь четко, как кто-то объявится, кто-то ранее рвал с вами отношения. В большей степени проиграется для женщин, потому что, как на горизонте, замаячил бывший любовник. Причем в этих отношениях точку поставили вы, а не мужчина. И по перевернутой шестерке жезлов это было почему? Потому что вы себя ощущали в этих отношениях на вторых ролях. Это первое, что у вас здесь проходит. Если смотреть в целом по личной жизни. Для тех, кто свободен. В новых отношениях не предвидится. Для тех, кто в качелеобразных связях. Это теперь поставить партнера в неловкое положение, разбить ему сердце, дабы прочувствовал, как это быть на вторых ролях. У кого стабильные семейные связи, никаких любовных треугольников не предвидится. Здесь четко идет речь проиграться для женщин, как о возврате бывшего партнера. Если смотрят мужчины, это будут ваши попытки узнать, что же там бывшая. Вот так. Так, касаемо работы. Если вы пенсионер, то здесь однозначно содержки пенсии, либо не можете своевременно получить, не привезли пенсию, не поступили финансы, еще какие-то моменты. Если вы в статусе соискателя, это будет ситуация отказа. Если вы наемный работник, это желание все плюнуть и уйти, то есть уволиться, либо ситуация отпуска или, может быть, заболеваний, потому что, видите, здесь карта не рабочая абсолютно. Если у вас был собственный бизнес, это рвать бизнес-отношения с кем-то из деловых партнеров. Почему? Потому что вскроется момент предательства. Если относительно здоровья, это аспекты связки сухожилия, сердечно-сосудистая система. Почему падает в позитиве? Это как своевременно выявить и предупредить. Но, знаете, как в общем, если посмотреть, это серьезное ослабление иммунитета. Это то, что у вас здесь проходит. Могу сказать по себе, 100% да, я думаю, вы слышите. Так, давайте смотреть в плане негатива. Так, в плане негатива. Перевернутая десятка жезлов, солнце перевернутый рыцарь жезлов. Ну, вот, знаете, здесь, во-первых, попытки переложить на вас какие-то обязательства. И перевернутый рыцарь жезлов, и карта солнца. Как бы вам правильно донести. Кто-то в рамках этой недели попытается за счет вас самоутвердиться, подняться в авторитет, либо за счет вас продвинуться в плане карьерной лестницы, либо решить свои проблемы. То есть нагрузить вас своими вопросами, переживаниями. Так как вы, люди, совестливые, отказать здесь не сможете, будете тянуть чью-то лямку, за кого-то, скажем так, коллабировать, считая здесь интересы. Нужно вам это или нет, это уже другой момент. Но для вас это, знаете, как в большей степени будет в тягость, а не в радость. Касаемо совета. Как мы видим, у нас здесь падает Паш Пентакли. Карта обучения, новых навыков, забота детьми. Карта поступления финансов, энерговложения, то есть это могут быть покупки, которые вас будут радовать и дарить энергетику. Не знаю, может быть какие-то украшения, предметы антиквариата, что-либо еще. Но то, что будет как ценность и в плане, знаете, как энергоподпитки. Плюс траты связаны с детками у многих, у кого есть детки. Давайте посмотрим, касаемо неожиданностей данного периода. Барышни, то четко проявится, если смотрят девчонки, бывший товарищ на горизонте. Как знаете, желание зайти себе и снова быть в паре. Если смотрит мужчина, это у вас был разрыв отношений с женщиной, и вы будете пытаться здесь вернуться. Причем у многих по связке вот этих карт, у кого-то здесь либо был служебный роман, либо просто деловые взаимоотношения, либо знакомство на деловой почве. Ну, иначе тут не скажешь, с песни слов не выкинешь. Отпишитесь мне потом, как у вас отыграется ситуация. Ну, либо не отыграется. Так, мы с вами будем переходить к близнецам. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. О как! В позитиве, давайте скажу так, что у вас здесь по связке карт? Либо кто-то здесь будет менять жилье. Офис. Что здесь может проходить еще? Переезжать, ну, элементарно с квартиры, там, в квартиру, в новый дом. Это у кого-то может быть связано по работе, с командировками и так далее. Либо у кого-то здесь на повестке дня заблаговременно готовить себе отпуск. Ну, знаете, как этап раннего бронирования, проплаты, подготовка к отпуску. Кстати, у кого-то здесь по завершению долгожданный ремонт. Вот эта ситуация, все, у вас уже на подходе. И у кого-то как бы завершить, ну, соответственно, отпраздновать. Если касаемо аспектов личной жизни, для тех, кто свободен, может здесь нарисоваться товарищ, с которым вы были в ссоре, либо, скажем так, который не особо хотел развивать с вами взаимоотношения, взаимоотношения, то есть отношения либо были разрушены, либо напряжены, но, знаете, это какое-то общение ни о чем. Если смотрит здесь мужчина, то это вы попытаетесь наладить с кем-то взаимоотношения, то есть проецируйте, пожалуйста, на себя. Если вы здесь в любовных треугольниках, качелеобразных отношениях, могу сказать четко, вы здесь будете ставить точку, потому что устали от этих любовных связей. Это как, знаете, спалить за собой все до тла, сжечь все мосты и уйти. Если у вас стабильные семейные взаимоотношения, это просто переживание касаемо того, что либо вы, либо ваш партнер будете на расстоянии. Но это поездки связаны в большей степени по работе. Командировки, не знаю, может быть там какие-то назначения, плановые поездки и так далее. Так, теперь касаемо работы. Если вы пенсионер, могу сказать, что для вас здесь либо задержка выплат, задержка пенсии, либо пересмотр субсидий, на который вы уже не надеялись. Если вы здесь в статусе соискателя, могу сказать, работу получите, но можете так, знаете, как день-два отработать и уйти, потому что не будьте довольны ситуацией внутри предприятия, внутри коллектива. Если вы наемный работник, сама по себе ситуация отпуска больничного, либо командировок. Если у вас вы собственный бизнес, как я сказала, здесь больше касается аспектов перемещения в плане офиса, недвижимости, ну, других вот таких вот аспектов. По здоровью. Вопросы спины, суставов, ну, то есть, в первую очередь, позвоночный столб, вопросы варикоза, отеков. Поэтому обращайте на это внимание. Так, что у вас касаемо негатива. Пусть Пентакли, девятка жезлов, карта жрица. Ну, во-первых, по связке карт, это либо как идти на эти деньги, либо как стать, решить финансовые проблемы. Либо, те, кто занимается вопросами эзотерики, вложение в эзотерику, не знаю, может, покупка каких-то инструментов и так далее. Либо кто-то здесь будет платить практику, не важно, то что там, консультация, либо снятие деструктивных программ. Или же, а то знаете, почему в негативе? Копили-копили на черные деньги, то откладывай, кто-то нашел вашу заначку. Вот если так, дословно, но падает именно так. Ну, в плане совета, здесь у вас падает восьмерка Пентакли, трудиться, трудиться, еще раз трудиться, тяжело трудно-то идти, но он будет оправдан, придут к вам финансы, какой-то будет приток, будете довольны ситуацией. Так, ну и относительно неожиданности данного периода. Лабиринт. Время и дом. Ну, видите, это какой-то длительный период, который у вас не решался по вопросам недвижимости. Давайте так обозначим. Вопросы переезда, ремонта, длительная затяжная ситуация. Либо вопросы фриланса, кто-то не решался работать сам на себя, либо на дому. Вот теперь ситуация созреет, и деваться вам будет некуда, сто процентов. Вы будете решать этот вопрос, причем будете решать успешно. Некогда больше петлять, ситуация уже созрела. Слишком долго тянулся этот вопрос. И теперь он наконец-то для вас решится. Причем вы решится в позитиве. Зря здесь переживаете, либо нервничаете. Так, переходим с вами к ракам. Посмотрим, как у него будет развиваться ситуация. Итак, раки, переходим к вам. Позитив недели, негатив недели, и совет от карт. Так, у вас здесь, знаете, как после какого-то застоя пойдет прорыв в делах. Либо новые возможности, новые клиенты, новые проекты. Ну, то есть, однозначно здесь как новое что-то. Почему хотя бы рыбы карты и кубковые, ну, вот по наитию идет информация о работе. Безусловно, у каждого отыграется по-разному. Если мы с вами будем привязываться к аспектам личной жизни, те, кто на текущий момент свободен, здесь какая-то тупиковая ситуация, потому что даст о себе знать бывший партнер. Ну, либо если смотрит мужчина, это вы захотите проявиться по отношению к какой-то бывшей партнерши, либо поинтересоваться, как у нее жизнь, что нового и так далее. Если качелеобразные отношения и связи, ну, то есть, любовные треугольники, четырехугольники, ситуация застоя, по какой причине у некоторых, это у единиц отыграется, что это будет какая-то тупиковая ситуация в отношении из-за вопросов беременности, у других, что вы здесь можете как плюнуть на своего любовника и наново пытаться отстрелять ситуацию в своих постоянных связях в семье, или просто с тем, с кем встречаетесь. Если у вас нормальные, стабильные семейные связи, без каких-либо катаклизмов, да, и походов налево, то карты здесь говорят о, знаете, как новом этапе вашей личной жизни, после периода застоя. Чего это может быть касаться? Либо просто лучший период понимания друг друга, либо будете подстраивать из друга друга, умирять свой пыл, свой эгоизм, и больше открытости, потому что здесь слишком закрытый, особенно в эмоциональном плане. Если касаемо аспектов работы, вы пенсионер, не вижу, скажем так, для вас здесь каких-то перемен в плане пенсии, единственное, может быть, небольшая денежка, не знаю, там, от родственников, близких и так далее, либо от вашего хобби. Если вы в статусе соискателя, после периода застоя, это как пригласят нас на собеседование, еще где трудоустройство, трудоустройство здесь пока не пахнет. Если вы наемный работник, вот если в коллективе была напряженная ситуация, искоса смотрели, либо сплетни, интриги и так далее, эта ситуация выйдет для вас плюс, как бы примирение, восстановление взаимоотношений, неважно, с кем, с коллегами, с руководством. Если у вас вопросы по бизнесу, у вас собственный бизнес, это как устранение недоброжелателей, либо конкурентов, плюс какой-то новый виток в плане вашего дела, вашего развития. Если по вопросам здоровья, могу сказать точно, здесь нарушение кровотока, лимфотока, у многих здесь проходят отеки, либо вопросы интоксикации, либо лекарствами, не могу сказать, что здесь переедание, здесь, простите, пожалуйста, вопросы питания, пересмотр питания, у кого-то диета мягкая, либо более жесткая, однозначно будете пересматривать свой рацион. Так, негативный момент, что у вас здесь? Так, здесь существенные траты на детей, либо на вопросы подготовки к поездам, переездам, либо на вопросы покупки автомобиля, ремонта автомобиля, либо штрафные санкции, почему перевернутое правосудие, конкретно, да знаете, как товарищам ДПСникам, ну, штрафы на дороге, если те, кто не водит, то для вас это как может отыграться, даже если вы пешеход, не переходите дорогу в неположенном месте, потому что однозначно здесь могут как найти метод, дабы с вас здесь как бы что-то содрать. Ну, а в плане совета, колесо фортуны, замечательная карта, удача вам благоволит, масса возможностей, в первую очередь, повторюсь, ну, вот по связке ваших арканов, это в плане карьеры, в плане достатка, в плане денег. Финансовый рост, ситуация улучшения ваших возможностей, либо новая клиентская база, либо же здесь каким-то образом пойдет поворотный момент и улучшение ситуации на работе, даже внутри коллектива. Так, на неожиданность этого периода крысы, колодец, гора. Вот та ситуация, которая была грязнее, непримирение, интриг, то, что вам, знаете, как выстраивали здесь блок, вот по колодцу, колодец одна из самых замечательных карт, это как снивелировать, как только лучше поднять первопричину и ее устранить. Поэтому здесь, если у вас свой бизнес, то это может быть общение с клиентами какое-то напряженное, сплетни, слухи. Но вот видите, здесь падает птица и карта компас. Держать нос по ведру, смотреть, откуда дует ветер и каким-то образом обойти эту ситуацию, либо урегулировать, особенно если у кого-то здесь были моменты непонимания. Позитив недели, негатив недели, совет от карты. Ой, как, так. Здесь в позитиве что могу сказать? Какая-то тяжелая финансовая ситуация, либо если у кого-то идет дележка имущества, либо вопросы апелляции по финансовым аспектам, либо штрафные санкции, либо пересмотр каких-то финансовых аспектов, ЖЭК, ну, либо еще какие-то организации, это как подать апелляцию, вас ее примут, либо будет пересмотр дела. Оно еще не завершится, оно как сдвинется с места. Выход из кризиса, исправление ошибок прошлого, особенно если к вам не относились перед взятта. Это первое. Далее. Смотрим теперь по аспектам личной жизни. Простите. Если на текущий момент вы свободны, ситуация для вас здесь не поменяется. Если в качелеобразных отношениях, нестабильных связей, это для вас долгожданный момент расставить точки над и разорвать отношения. У тех, у кого, например, был долгожданный развод, вот шли, у вас уже все, завершение, как бы завершить цикл, развестись и провести дележку имущества. Если у вас все нормально, стабильные семейные связи, то это как исправление ошибок прошлого, либо будет со стороны партнера пересмотр отношения к вам, потому что было предвзятое, было необъективное, и знаете, как, ну, придирки на мелочах. Если вы пенсионер, смотрим по работе, могу сказать так, это как пересмотр пенсии, вы подадите апелляцию, чем-то здесь будете недовольны. Если вы в статусе соискателя, трудоустройства здесь не будет. Если вы наемный работник, это какое-то предвзятое отношение к вам на работе, со стороны коллег, либо руководства, будет это выяснять, будете каким-то образом это пересматривать. Кстати, кто-то, ну, не то, чтобы вы уличить можете, в плане недосчета денег, недовыплаты. Например, можете, кто-то, допустим, бухгалтер ошибся. Вы это заметили. Будет пересмотр финансовых выплат. Аналогично могу сказать и для тех, у кого свой собственный бизнес. Пересчитывать прибыль с партнером, либо апелляции относительно штрафных санкций со стороны налоговой инспекции. То есть это будете решать вопросы пересмотра. Потому что вот у вас даже в негативном аспекте, видите, королева Пентакли. Финансовый аспект. Итак, если в негативе здесь финансовый застой переживания по этому, либо существенные финансовые траты, у кого-то они связаны с мамой, либо с супругой, причем здесь как выплаты на лечение, либо оплата лечения, либо, еще как отыграется, это ваши серьезные вложения. Вопрос о постановлении, реабилитации, то есть санаторно-курортное лечение. Почему в негативе? Потому что больше, чем вы рассчитывали. Например, сумма могла быть заявлена одна, по факту оказалась другая. В плане совета у вас здесь падает старший аркан смерть. Карта трансформации, карта перемен, карта изменения. То есть переход на новый уровень. Давайте посмотрим, чего касаться конкретно. Сбросить в себя гроз ненужных обязательств. То есть либо в ультимативной форме кому-то объяснить, показать, что вы не будете выполнять какие-то функции, какие-то действия, либо вас не устраивает какой-то формат взаимоотношений. То есть наконец-то не прятаться, а проговорить и это озвучить. Вот вам трансформация. Либо, если у кого-то стояли на повестке дня плановые операции, ну, я не знаю, устранение каких-то физических недостатков, либо вот операция, которая облегчит вам жизнь и берет болезнь, то все, трансформация будет успешно. Все, болезнь отошла, либо вот то, что вас блокировало в плане здоровья, мешало, отойдет. То есть облегчить себе жизнь. Давайте смотреть теперь касаемо неожиданности данного периода. Солнце, кости, старший аркан звезды. Ну, тут, знаете, во-первых, два небесных светила, на ход которых мы влиять не можем. То есть судьба вам благоволит. И сама карта кости, удача, шанс, возможности. То есть на этой неделе могут решиться для вас ключевые задачи. И какой бы сферы это ни касалось, здоровья, финансов, либо работа. Личная жизнь, могу сказать так, здесь в большей степени не проходит, акцент будет смещен на заработок, удача, привлечения, либо решение каких-то моментов, либо здоровье. Но, тем не менее, это будет успешно. Отпишитесь мне, пожалуйста, как у вас отыграется, либо не отыграется расклад. Так, мы с вами переходим к девам. Что там делаем, как у вас будет развитие ситуации. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. У вас в позитиве существенные траты на семью, на детей. то есть, будут траты колоссальные. И, знаете, как и в радость с одной стороны, и в тягость. Это первое. Плюс, у кого-то отыграется, как возврат долгов, к тем, кому вы должны. Это, знаете, как опустошить свои кошельки, но, наконец-то, сбросить в себя груз этих обязательств и восстановить какие-то доверительные отношения, с тем, у кого занимались, с друзьями, либо с близкими. Теперь, если же касаемо личной жизни, и вы на текущий момент свободны, знаете, как, господи, как-то на русском попры все ляки. Скучится в голове, сейчас не могу сообразить. Несмотря на все ваше, вот эта вот ситуация, когда вы уже все пустили на самотек, может объявиться бывший партнер или партнерша. Да, может быть, с какими-то коррестными интересами либо потребительским отношением к вам ностальгия здесь загорает. Это будет желание каким-то образом хотя бы проясниться либо выяснить взаимоотношения. Если на текущий момент вы в стабильных, точнее, нестабильных, качелеобразных отношениях, любовные треугольники, четырехугольники, вы будете понимать, что к вам относятся потребительским всплывет факт, каких-то напрасных ожиданий, либо невыполненных действий со стороны партнера либо партнерши, тем не менее, ваш партнер либо партнерша попытается это загладить при помощи каких-то подарков, других действий, то есть, знаете, замылить глаз. Если у вас стабильные семейные связи, все хорошо, никаких треугольников нет, карты здесь говорят о серьезных, существенных совместных тратах на нечто приятное, то есть, вашу пару, вашу семью, либо отраты здесь на детей и родственников. Теперь относительно вопросов работы. Если вы пенсионер, то однозначно здесь удержка выплат, принесут позже, но тем не менее, вам это будет кстати. Далее, но тем не менее, знаете, как здесь еще, как родственники будут поддерживать, будут оказывать вам материальную помощь, либо поддержку в тех или иных вопросах. Если вы в статусе соискателя, это еще не сам фактор доустройства, а как подсказка со стороны близких, друзей или знакомых, ну, в плане, вот есть такая должность, попробуй, знаете, как под вас хлопотать. Если вы наемный работник, то карты здесь четко говорят о желании либо уйти на больничный, либо взять отпуск, потому что работы как таковой я не вижу, а если она будет, то спустя рука за счет упадка вашего иммунитета. Если у вас свой собственный бизнес, то это серьезные вложения, ну, как в семейное дело, в развитие и расширение. Если относительно вопросов здоровья, это действительно как поправить иммунитет. Не знаю, кто там может заниматься гомеопатией, пить витамин С, делать ингаляции, то здесь четко по всем картам это как восстанавливать иммунитет. Давайте смотреть с вами на неожиданность, о, простите, на негатив этой недели. Так, перевернутая королева мечей, любовники и перерождение. То есть здесь остро станет у кого-то вопрос в отношениях с целью либо аспектов деторождения, либо перехода ваших отношений на новый этап. Почему в негативе для вас это будет либо болезненно, либо неожиданно. То есть вам будет ставить здесь какой-то ультиматум. Что здесь еще может проиграться? Как неожиданный выбор либо раздраж. Например, работайте на текущей работе, предложили какой-то еще вариант и будет сложно решиться либо сложно принять выбор. Будете подходить к этому рационально. Но понимайте, что ситуация очень знаковая и ошибка может дорогого вам стоить. В плане совета король жезлов много энергии, много амбиций, энергии, то есть темперамента. Сможете реализовать все то, что задумали в рамках этой недели, плюс по этой карте вам придет какая-то помощь, совет, дело, словом, финансовые со стороны мужчины. Это может быть как работодатель, так и просто какой-то друг, партнер, либо мужчина огненной стихии овен, лев или стрелец. Проигрывается в основном именно так. давайте посмотрим на неожиданность этого периода. Коса, сад и карта тучи. Ну, во-первых, сбрасывать себя оковом, менять свое окружение, делать выводы из общения. Это раз. Во-вторых, ай, сердце и карта женщины, но у кого-то действительно на повестке дня как восстановление отношений. Плюс действительно может здесь стать вопрос зачатия. Но зависит ситуация будет от женщины. Так что именно вот так отобраться у дев. Подпишитесь, как будет проигрываться ситуативно у вас. Переходим с вами к весам. Позитив недели, негатив недели и совет от карты. ой, а у вас замечательные карты. Двойка жезлов, перевернута пятерка пентаклей, туз жезлов. Это выход как финансового кризиса, стагнации, новый, дополнительный источник дохода. То есть тут вот видите, как ситуация новых возможностей. Причем в большей степени это касаться будет финансового аспекта, потому что это вот карта вам говорит о новых финансовых возможностях. Это первое. Теперь давайте по отношениям. Если в плане отношений, это выход из ситуации кризиса, особенно для тех, кто свободен, может быть новое знаковое знакомство и даже ситуация выбора из нескольких партнеров либо партнерш. И если вы здесь в качеле образных связях, у вас здесь может остаться тот партнер, с которым у вас ни туда, ни сюда идет появление нового, который подарит вам, скажем так, новые перспективы. Если у вас стабильные семейные отношения, нет никаких треугольников и прочих вещей, проработка семейных проблем, выход из ситуации, двойка жезлов, совместное движение вперед, ту жезлов, новые проекты, новые возможности, либо у многих из вас на повестке дня будет задать вопрос зачатия. Если по работе, вы пенсионер, это как найти новое хобби, либо подработку, то есть, либо небольшую, знаете, как временный заработок, ну, то, что вы хотите с финансового кризиса. Если вы в статусе соискателя, однозначно новая работа и вас примут. Вы будете, правда, здесь либо на побегушках, либо совмещать два вида деятельности, но для вас это будет успешным. Если вы уже наемный работник, либо повышение зарплаты, либо предлагать будет вам новую должность, вы будете стоять на выборе из серии потянете, не потянете. Если у вас вы собственный бизнес, карта, говорят, новые проекты, новые возможности, новое партнерство, либо совмещение нескольких видов деятельности одновременно. Так, если относительно здоровья, повышение температуры за счет воспалительных процессов, у многих это легкие, поэтому обратите на это внимание, если кашель не запускаете, дабы не было здесь внимания. Так, негатив. Так, туз мечей, перевернута четверка кубков, перевернута девятка кубков. Ставить вопрос ребром. Новое знакомство ключевое, которое позволит избавиться от ненужных связей, связей качелеобразных, и знаете, вот то, что вам, ну, позволяло вас нервничать. Плюс для многих это какой-то рациональный подход, кто долго не мог найти себя, наконец-то найдет, но сложно будет на это решиться, входить в какое-то новое дело, либо в новые начинания. Относительно совета, перевернута пятерка кубков, исправление ошибок прошлого, вот что вам предстоит на этой неделе. А в чем конкретно работа, финансы, личная жизнь, взгляды на жизнь, это уже решать вам. Посмотрите, как у вас отыграется. Давайте посмотрим с вами на неожиданность данного периода. Собака, групп, тучи. Ну, здесь четко как стоит поставить точку на общение с кем-то, либо избавиться от какого-то друга, либо подруги. И здесь вот выйти из лабиринта, который длился длительный период, обрести стабильность. Зарвать маску. И могу сказать так, появление нового мужчины, особенно для женщин, особенно по страстям. Мужик вас просто цепанет вот с первого взгляда, знаете, как искра. Будет вам походить по темпераменту, по каким-то внешним данным, просто по своему поведению и подходу к вам и к этим отношениям. Если смотрит здесь мужчина, то кому-то вы очень сильно западете в душу. Но, соответственно, будете проявлять инициативу и внимание. Переходим с вами к Скорпиону. Скорпионы, переходим к вам. Смотрим, что у вас в рамках недели. Позитив, негатив. Совет от карты. Скорпионы, у вас все замечательно здесь в плане работы, потому что тройка жезлов, рыцарь Пентагли и перевернутая сила отобрать свою нахрапу. Неважно в чем, в плане договоров, заработка, либо каких-то перипетий с руководством, коллегами. Это отстаивает свои позиции в ультимативной форме, в стиле диктатуры. Это то, что у вас первое идет как бы по связке карт. Теперь, если будем привязывать по всем аспектам жизни. В плане личной жизни что могу здесь сказать о тех, кто свободен? Это уже знаете, как созрели к новым отношениям. Отношений новых еще нет, но уже как бы вы готовы к ситуации на подходе. Если нестабильные связи, любовные треугольники, четырехугольники, это будет вас, знаете, утомило, желание разорвать, войти в нечто новое, освободиться. Если стабильные семейные связи, то узнаете здесь как финансовые траты, которые может быть и в темность, и в радость, могу сказать, но тем не менее принесут вам какие-то широкие перспективы. Кстати, рыцарь пентакль, тройка жезлов, иногда как это покупать питомца. Что здесь еще? Если в плане работы вы пенсионер, это длительный период ожиданий, пересмотра субсидий, либо вот каких-то таких вот вещей, причем вашу заявку удовлетворят. Если вы наемный работник, это только пока успешно проденное собеседование, но еще нет трудоустройства. Если вы наемный работник, может быть ситуация, знаете, как отстаивать свои права и интересы в плане денежного аспекта, либо должностных инструкций перед руководством, и это получится успешно. Если у вас вы собственный бизнес, рабочие поездки, командировки и получение прибыли. Если у вас здоровье, это вопросы отложения солей и в целом общий фон, это как упадок иммунитета, упадок сил. Поэтому здесь у кого-то назначены прогревания, либо солевые ванны, но по связке карта восстановления здоровья. В негативе. Четверка Пентакли, перевернута десятка жезлов, карта Жрица. Это, знаете, как ситуативно в негативе. Откладывали какую-то заначку на черный день и, допустим, ее нашли. Это первое. Либо в негативе могут быть каким-то образом давайте называть вещи своими именами. Скрыты какие-то ваши финансовые мутки на работе. У каждого ситуация по-разному, но тем не менее. У кого-то в негативе также будут существенные траты, например, на вопросах практика, чистки, просто консультации, и так далее. Почему в негативе? Ну, либо вы не ожидали, что будет такая стоимость, либо вам это как бы существенно ударило по карману. Но тем не менее решилась ваша проблема. Перевернута десятка жезлов. Избавиться от груза проблем. Либо ситуативно. У кого-то здесь еще как тратится. Няня, кошерка, сиделка. Вот как существенные расходы на это. В плане совета старший аркан любовники или влюбленные. Это действовать в партнерстве, вместе развиваться, идти к какой-то заветной цели, к какому-то желанию. Но это совместное действие в паре, либо, если касается бизнеса с учредителем, либо согласованность действий с коллегами, либо руководством. Плюс, этой неделе будет стоять знаковый выбор. И ничего бы он не касался, начиная от каких-то значимых покупок, так и до аспектов работы, личной жизни, то выбор для вас будет верным. На неожиданность данного периода. Корабль, книга, карта, звезды. У кого-то здесь будут вопросы от раннего бронирования, покупка билетов, оформление виз, паспортов, бронирование отелей. Плюс, кто-то может здесь вкладываться или обдумывать вопросы покупки автомобиля, вопросов продажи, ремонта, тюнинга, вот то, что здесь идет по связке арканов. Ну, а в целом, это как еще реализация ваших идей, либо дистанционное обучение, а также поехать на курсы, семинары, вебинары для повышения квалификации. Ну, кстати, они пройдут очень успешно. Так, будем с вами смотреть стрельцов. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, что здесь у стрельцов? Могу сказать так, у кого-то, первое, что здесь идет, если у кого-то стоит вопрос где-то рождения, состоит из-за чатия, но тут либо вопрос будет на сохранение, а стоит вопрос вынашивания ребенка, но все пройдет успешно. Мешает либо вопрос отеков, либо излишнего веса, то здесь будете четко заниматься этим аспектом. Это первое. Теперь касаемся вопросов личной жизни. Если вы свободны, после ситуации трудного выбора, либо отсутствия кандидата как такового и долгого периода отчаяния, по императрице, наконец-то встретить своего партнера для создания отношений, стать в роли постоянной партнерши. Если смотрит мужчина, то обретение женщины таковое. Если у вас нестабильные качелеобразные отношения, то здесь ситуация трудного выбора и наконец как желание пресечь все эти иллюзии, разрыв. И если вы здесь являетесь женатыми, либо супругой, то это как остаться в семейных связях. Далее. Если вы в семье, у вас все стабильно, нет никаких качелей, здесь могут быть конфликты с матерью, то есть неважно теща, либо свекровь, и аспекты выяснения взаимоотношений, но все здесь устаканится. Плюс на повестке дня, как я говорю, у многих отыграется вопрос где-то рождения. Еще что здесь может проходить? Кто-то получит предложение житься вместно, то есть съехаться, либо получит предложение руки и сердца. Особенно это играется для тех, кто, например, был в разрыве, либо был какой-то затяжной конфликт. Теперь относительно аспектов работы. Если вы пенсионер, то здесь я не вижу у вас дополнительных надбавок, здесь может быть только финансовая поддержка со стороны дочери, либо какой-то родственницы. Если вы в статусе соискателя, это ситуация тяжелого выбора, но делать его каким-то образом рационально, здесь вам помогут. Будет ситуация в это устройство. Если вы наемный работник, то это может быть конфликтная ситуация с коллегой, либо с руководством, именно начальницей, но тем не менее она уладится. Плюс расставить точки и ситуация прояснится, и вам даже могут предложить либо пересмотр должностных инструкций ваших, либо продвижение в качестве по карьерной лестнице. Если у вас собственный бизнес, это желание отойти от соучредительства либо партнерства и, скажем так, править балом самому либо самой, в зависимости от того мужчины, вы или женщины. Если касаемо вопросов здоровья, это аспекты гинекологии, вопросы отеков, и здесь еще психосоматика у нас играет, часто подвержены стрессу. так, как-то сама чуть не ушла в плане негатива. Здесь как раз вопросы переживания и выхода из постоянных стрессовых ситуаций, невроза, у кого-то депрессивных состояний и кризиса. Это первое. Решение вопросов гинекологии, то, что вас здесь будет беспокоить, что здесь еще? Это какие-то симптомные боли, знаете, зубная боль, головная боль, на которую вы долго не обращали внимания, не акцентировали. Теперь, к сожалению, придется. Ну и, собственно, будете решать эту проблему. Кстати, по связке карт это еще могут проходить как аспекты синуситы, гаймориты и так далее. То, что будет беспокоить, поэтому придется это лечить. Ну и в плане совета старший Аркандурак. Карта поездок, переездов, туризма. Карта, которая советует больше деть внимание детям. Если задумали новый проект, вкладываться в новый проект. Если планировали бронировать какой-то тур по типу раннего бронирования, делайте это смело. Кстати, карта, которую часто еще рекомендуют завести питомца. Поэтому, ну, в этих вопросах можете действовать абсолютно смело. Новое начало, новые шаги, новые возможности. неожиданность 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 этого периода это как снять маски с вашего окружения, в первую очередь для тех, кто это касается, кто находится в отношениях, особенно качелеобразных, и был в них по сексуальной тяге, причем длительный период. Могу сказать, это так и останется тайной, но вы откажетесь от этих нестабильных отношений, в частности от любовника либо любовницы. И по картам совы, если особенно замужем, либо женаты, это вкладываться в партнерство, либо строить новые отношения с прицелом на стабильное длительное будущее, то есть отказываться от любовных треугольников. Переходим с вами к зарогам. Позитив недели, негатив недели, совет от карта. Что у вас здесь? У вас однозначно тройка пентаклей, четверка мечей, королева жилов. У многих будут траты на отдых, санаторно-курортное лечение, либо траты связанные с больничным и восстановлением здоровья. Почему в позитиве вылечиться? Это первое. Второе, это наконец-то следится смертво точке какое-то дело, которое у вас застопорилось, но наконец-то пройдет все согласования и самая главная ситуация пойдет вперед. Не важно, что это. Вопросы купли-продажи, либо продвижения вас по должности, либо новые какие-то рабочие проекты. Все, лед тронулся, однозначно пойдут позитивные перемены. Теперь касаемо личной жизни. Если вы свободны, и это был длительный период на паузе, то по тройке Пентакли может завязаться у вас служебный роман, но вы не будете понимать, что вам с ним делать. Если нестабильные качелеобразные отношения, ситуация то же самое, аналогично. Здесь кто-то на работе будет проявлять к вам крайний интерес, попытки совместить приятное с полезным, деловые взаимоотношения и личные. Если у вас стабильные семейные связи, здесь ничего не меняется, и нет предпосылок к любовным треугольникам из-за гола. Так, то здесь знаете, какие-то совместные цели и планирование в плане вашего развития. Кто-то может вкладываться в обучение, в развитие мастерства, талантов. Раньше не было возможностей временной либо финансовой, теперь она появится. Теперь касаемо аспектов работы. Если вы пенсионер, незначительная надбавка после затяжного периода, отсутствия какого-то денежного потенциала и роста. Если вы наемный работник, простите, в статусе соискателя, это удачно пройденное собеседование, но еще нет трудоустройства. Если вы наемный работник, вот вас длительный период не замечали, теперь оценили за ваше мастерство. Пойдет ситуация либо небольшой прибавки заработной плате, либо продвижения по работе. Если у вас свой бизнес, это однозначно новое партнерство, которое вам сувидит большие перспективы. Если в плане работы, это как личное стационарное обследование, либо санаторно-курортное лечение, либо в целом восстановление, потому что вы уже переболели, то ситуация восстановления проходит. Тройка Пентакли и Королева Жезлов, это поправить самочувствие и отлично себя чувствовать. Теперь в плане негатива. Здесь перевернутая семерка мечей, перевернутая девятка кубков и десятка кубков. Отказываться от нестабильных связей, не упрощать предательства, уходить в связи, которые будут стабильными, которые вам будут дарить перспективы создания крепкого семейного союза. Либо отсечь все любовные треугольники, либо попытки бывших партнеров, либо партнерш вернуться к вам. Почему? Потому что по десятке кубков вы уже будете нацелены на союзы партнерства, либо с текущим партнером, либо если на текущий момент у вас нет второй половины, это просто знаете, вы уже заточены навстречу нового человека в вашей жизни, к старым отношениям возвращаться не будете. Почему в негативе болезненно, знаете, как ковырнуть за живое. В плане совета перевернутая девятка мечей. Допросьте вы свои страхи и все переживания, они у вас необоснованы. Сами себе накручиваете в чем-то мнительное. И вот карты вам не рекомендуют это делать. Поработайте свои внутренние блоки, внутренние страхи, вообще откажитесь от негативных мыслей, они только вас разрушают. Думайте в большей степени позитивно. Если кому-то необходимо, проведите очистительные практики, медитативные либо молитвы, либо проработки с психологом. В качестве неожиданности данного периода у нас крыса и карта лупа. Это то, что вас грозит совесть, внутренние сомнения, переживания. Лупа это загнуть в корень проблемы, изучить, избавиться от внутренних блоков и переживаний. Еще как аспект перепроверить аспекты гинекологии и аспекты психосоматики. Но это безусловно сверчем. Вот что вас ожидает в рамках этой недели. Водолей переходим к вам. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Водолей а у вас здесь и жрец и король жезлов и влюбленный аспект будет касаться первое либо выбор в плане работы и направлений причем выбор знаковый и верный либо относительно личной жизни а именно либо встреча в второй половинке либо уже желание узаконить отношения существующие но давайте обо всем по порядку итак если касаемо личной жизни вы на текущий момент свободны и неважно мужчина вы или это женщина здесь проходит встреча судьбоносного партнера либо партнерши если вы в качелеобразных нестабильных связях кто-то наконец-то делает знаковый выбор и уже знаете как определиться с этим партнером вы идете по судьбе или нет если вы в стабильных семейных связях либо просто у вас стабильные отношения это может быть желание как съехаться так и узаконить ваши отношения так и обвенчаться спустя некоторое время то есть либо в целом совместная ситуация духовного роста в плане личной жизни теперь в плане работы если вы пенсионер это как дополнительный источник дохода либо помощь со стороны родственника если вы в статусе соискателя однозначно верные выборы вас здесь примут если вы в статусе наемного работника повышение квалификации причем выбора здесь вашу пользу это как продвижение по карьерной службе если у вас свой собственный бизнес то карты говорят о новом перспективном партнерстве где вы сможете перенять не только опыт квалификацию знания но и очень хорошо вырасти это впоследствии даст вам возможность для расширения для заработка и в целом облегчит вам ведение вашего бизнеса если относительно здоровья здесь ситуация обследования у мужчин аспектов мочеполовой сферы у женщин здесь касаемо вопросы парных органов яичники либо почки относительно негатива это то что какой-то вот еще застой по финансовым проектам либо пока нет инвестиций то что вы собираетесь ложить либо будете здесь запрашивать чью-то помощь в финансовом аспекте либо будете брать у кого-то взаимы это первое второе это какая-то зависшая ситуация в плане обучения повышения квалификации ну то есть и все здесь будет зависеть не от вас а от третьих лиц ну ситуация она будет затяжная но последствия карты решаема то есть нужно просто переждать этот непростой период в плане совета у вас здесь падает перевернутая шестерка шезлов не продавливать кого-либо в плане своих лидерских позиций не навязывать свою точку зрения наблюдать со стороны потому что знаете как тише едешь дальше будешь если не будете форсировать события и присмотритесь как будет меняться ситуация то здесь получите значительно больше чем нежели вы лавировали здесь свои интересы то здесь такая позиция отойти в сторону посмотреть в плане совета не рекомендовано на этой неделе вам покупать автомобиль потому что либо передумайте либо будете разочарованы своим выбором на неожиданность данного периода рыбы колодец и карта лупа искать новый источник доходов получить новый источник доходов увеличение заработка причем здесь еще будут у кого-то эти мысли относительно вопросов легализации доходов потому что доходы у кого-то здесь недекларируемые если касаемо вопросов здоровья здесь как сдать анализы на диагностику вопросы крови мочи ну то есть сдать анализы лабораторные исследования которые приведут к установке правильного диагноза и как следствие необходимого своевременного лечения переходим с вами к рыбкам так рыбки позитив недели негатив недели и совет от карт так в плане позитива это как знаете отойти от мирских забот могу сказать так в первую очередь это либо отстранение от работы ну то есть у кого-то может быть отпуск у кого-то ситуация больничного либо еще как отыграется как значимая ситуация это поставить паузу для тех у кого качелеобразные отношения ну давайте посмотрим поэтапно личная жизнь для тех кто свободен ситуация не поменяется будет застой почему потому что вы сами на текущий момент не понимаете либо еще не поделились какой формат взаимоотношений вам здесь нужен это внутренние сомнения неуверенность и колебания в себе плюс какое-то вот чувство обиды негативный опыт прошлых отношений если у вас здесь любовные треугольники и прочие вещи это чувство обиды конфликт и желание поставить все на паузу если у вас стабильные отношения либо семейные связи нет предпосылок для любовных треугольников то здесь речь идет о выяснении взаимоотношений это знаете как перестать лавировать прояснить все какие-то недочеты недосказанности в семье и поставить эти конфликты на паузу особенно конфликт может касаться взаимоотношений с кровью либо с тещей если в плане работы вы пенсионер для вас здесь все ровно без изменений если вы наемный работник это только будет рассматривать ваше резюме и будет ситуация сомнений если вы наемный работник повторюсь либо больничный либо отпуск либо работа спустя рукава потому что на вас навесят работу за вас и за другого Васю если у вас вы собственный бизнес опять тоже либо аспект отпуска отдыха либо больничного или же опять же упадок сил иммунитета и невозможность совмещать несколько видов деятельности хотя придется если в плане здоровья ситуация восстановления больничный что здесь может быть еще это нестабильное состояние то улучшение то улучшение поэтому перевернута королева меча это будет повторная диагностика повторная сдача анализов в плане негатива маг туз жезлов перевернута четверка кубков это во-первых манипуляции со стороны лиц которые новые появились в вашем окружении как новые знакомые новые коллеги новые работодатели либо в целом то есть новые люди вокруг вас плюс воспалительные процессы которые вам придется обследовать на ново это раз что здесь еще это новое дело в которое вы вливаетесь по максимуму и вы бы держите под контролем но не все так гладко как вам хотелось потому что знаете как много переделок в процессе работы пересмотров каких-то вещей в плане совета у вас здесь падает перевернута шестерка пентакли карта говорит о том что если вы с чем-то не справляетесь просите помощи потому что в рамках этого периода вам нужна и поддержка либо материально то есть знаете как чтобы кто-то вас поддержал помог решить ваши проблемы потому что у вас неустойчивое положение либо если у вас упадок сил иммунитета это в качестве совета отойти от всех забот и уделять максимум времени себе на свое восстановление потому что без этого здесь никак ну и в плане неожиданности данного периода давайте мы с вами посмотрим что здесь конкретно ключ семья карта женщина в первую очередь это решение проблем со здоровьем правильная постановка диагноза верное лечение особенно здесь у многих пройдет как вопросы упадка иммунитета так и вопросы гормонального фона второе это прояснение взаимоотношений причем каких-то знаете интриг и прочих вещей внутри коллектива либо с работодателями либо прояснение взаимоотношений опять же внутри семьи с тещей или массой кровью как я вам сказала потому что здесь явно какой-то накал страстей и как следствие пойдет выяснение взаимоотношений вот такая у вас у всех вырисовывается неделя пишите пожалуйста как она у вас отыграется либо не отыграется я вам буду всем крайне признательна за обратную связь для тех же кого интересуют мои индивидуальные консультации ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео я же искренне благодарю вас за просмотр с вами была Ева Лехцер до новых встреч Продолжение следует...